Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарик по призванию. Вместе с мужем мы выращиваем виноград более 10 лет. Нам есть чем с вами поделиться. Сегодня мы с вами посмотрим, что происходит у нас на винограднике и поговорим о том, что нужно делать в это время. Сегодня у нас 25 марта и сегодня мы с малышкой первый раз выбрались на наш участок, поэтому пойдем посмотрим, что же здесь происходит. Виноградник наш еще весь укрыт. Про укрытие мы буквально с вами недавно разговаривали. Конечно, весна уже идет полным ходом, зеленеет травка, начинает пробиваться щавель, начинает пробиваться свежий клеверок. Хотя вот мы сегодня ехали и в лесу кое-где еще лежит снег. Несмотря на то, что вот на таких участках, где живут люди, уже все растаяло. Пока что еще земля довольно влажная, конечно, уже ноги не утопают везде по участку. Вполне можно ходить. Даже вот наша перепаханная школка производит впечатление довольно мокрой, но на самом деле тоже пройти здесь можно. Я сегодня здесь рассевала горчицу. Несмотря на то, что на следующей неделе еще идет похолодание, у меня просто потом может не быть времени, поэтому я посеяла ее сейчас. Сейчас пробивается на грядке чесночок, сорнячок тоже пробивается. В пристенке жимовость распускает почки, причем довольно активно. Повылазили тюльпаны. Нарциссы возле дома тоже активно начинают пробиваться. Напомню, виноград весь под укрытием. Ну вот в самом теплом месте, возле дома, я решила раскрыть, посмотреть, что же происходит. Тут какой-то вредный кротищевон нарыл огромную кучу. Ну, дальше открыла. Здесь лоза еще спит. Вот здесь еще видно, это кадарка. Вот там был один побег отрезан, да, вот там идет плач. Ну, это у нас самое теплое место, южная стена. Пойдем посмотрим, что в других местах. Ну, здесь у нас виноград этот, по-моему, здесь клон урожайный. А с той стороны, не помню, наверное, кристалл. Надо смотреть по схеме. Так вот здесь все спят. Притом это тоже такое, не самое темное место, но уже и не при стенок. Ну, вот пока специально не закрываю, обращаю ваше внимание, что, смотрите, лозы лежат вообще на земле. Никакого выпривания, ничего здесь нету. Ну, вот наше укрытие, это синтетический латин. Ну, а под остальные укрытия я даже не полезу, просто не вижу смысла. Найти там где-то одну плачущую лозочку или посмотреть, что они не плачут. Смысл, да, вот под все это лезть. Все там нормально, никаких выприваний нету. Мы это укрытие уже используем много лет и знаем, что оно прекрасно проветривается. Что же делать на винограднике в это время? Конец марта, начало апреля. Ну, все зависит от вашего региона. Где-то, может быть, уже стало сильно тепло, где-то уже действительно надо раскрываться, надо делать сухую подвязку. Но конкретно в нашем регионе, в Беларуси, в Минской области ничего делать пока не нужно. Про снятие укрытия, повторюсь, есть отдельный ролик, где я рассказываю все подробно. Спешить снимать укрытие не стоит. Единственное, что если у вас укрытие, которое напитывает сильно влагу, какие-то природные укрытия, плюс где-то может быть низенько, даже вот смотрите, я стою, там чуть горочка, да, там травка. Вот здесь я захожу в тенек, здесь соседский сарай, здесь снег сходил, его было больше и по земле видно, да, что здесь влаги гораздо больше. То есть, например, если бы мы использовали для укрытия какую-то солому, папорник, вот какой-то такой природный материал, в таком случае, да, можно вот в это время проветрить. Ну, если на улице сухо, понятно, если идет дождь, смысл. Да, если там пленки сверху, можно пленки снять на некоторое время, опять же, чтобы лишняя влага ушла, чтобы проветрилось, чтобы не было выпривания. Если у вас какой-нибудь спонбонд вот так вот домиками накинут и хорошее воздушное пространство, то ничего делать не нужно. Отдыхайте, еще наработайтесь и смотрите. У нас по прогнозу погоды следующей недели опять морозы, да, там чуть ли не снегопад и вообще непонятно что. Поэтому спешить открываться, спешить делать какие-то срочные работы на винограднике нет вообще абсолютно никакой нужды. Надо ориентироваться по обстоятельствам, по погоде. Ну, повторюсь, не спешить. Не надо северянам смотреть на южан. У каждого свой регион и любую работу на винограднике, и не только на винограднике, нужно делать с учетом своего региона. Да, кстати, вот еще покажу, молодежь у нас в таких вот курганчиках песчаных укрыта. Ну, с этим вообще ничего делать не надо. Оно так может и дома стоять. Да, если начнут пушки пробиваться сквозь песочек, ну и начнут. А так как раз таки песок может нам сдержать рост до самого подходящего момента. Если вдруг очень хочется что-то сделать, очень хочется с чем-то себя занять, в это время уже можно высаживать саженцы винограда. Земля уже оттаяла, но саженцы не вегетирующие, не с листочками, а вот такие саженцы в спящем состоянии. Если есть время, желание, возможности, да, то можно посадить. Мы даже думали, в эти выходные у нас есть небольшое количество вот таких саженцев, вот это для них ямки, думали высадить в эти выходные. Ну, у нас земля влажновата, да, то есть, если земля уже такая нормальная, ну, вы видите, да, что не надо там копать прям глыбы такие вот мокрые. Я вам в некоторых местах на участке показывала, что, ну, мокрая земля. Так вот мы еще чуть-чуть подождем. А если уже земля у вас больше просохла, то вполне можно вот такие саженцы высадить. И для того, чтобы в мае сильно не волноваться, при высадке делается вот такой курганчик необязательный из песка. Вот, смотрите, вот курганчик, это осенняя посадка саженца. Все, мы ему такой холмик сделали. Нижние почки, они земелькой закрыты, защищены от неблагоприятных условий, от перепадов температур. Ну, этого будет вполне достаточно. Потому что в мае, допустим, у вас могут быть какие-то другие виды работы. Посадить будет неудобно, некомфортно по времени, да. Повторюсь, потому что много других работ. Поэтому можно посадить сейчас. Можно посадить через выходные. Даже если там какие-то ночные морозики. А вот для этих ребят это вообще, ну, все равно. Вот, курганчики сделали. И все. По всему остальному пока делать ничего не нужно. Набираем все сил. Ждем тепла. И я думаю, что примерно до середины апреля. Ну, опять же, мы смотрим на прогнозы погоды. К сожалению, у нас прогнозы дальше недели недостоверны. Ну, на ближайшую обещают минус. Обещают вплоть до снега. Так что все под укрытием. Ну, кстати, может быть, возникнет вопрос, тоже у кого лоза уже начала плакать, а я-яй, что делать нечего. Ну, плачет и плачет. Похолодает, плакать перестанет. Абсолютно нормально для любых растений весной. Даже сидераты я бы сегодня не сеяла. Ну, поскольку у меня малышка, и я во времени крайне ограничена, то я многие вещи делаю тогда, когда мне удобно, тогда, когда у меня получается. Если бы со временем у меня было посвободнее, то, конечно, я бы их сеяла. Позже, вот после того, как пройдет вот это непонятное понижение температуры. Хотя оно понятное. Для наших регионов это вообще нормально. Когда приходит обманчивое первое тепло, бывает оно вообще приходит в конце февраля, начале марта, бывает чуть позже. Ну, потом обязательно после этого идет волна холода. И вот пока эта волна холода не пройдет, спешить чего-то делать особо не имеет смысла. Да, еще вот много где на участке обнаруживаются вот такие вот норки. Вот здесь их очень много. Ну, в основном на грядках, но кое-где я встречала и в траве. Вот уже я под все укрытие заглядывать не буду. Это не имеет абсолютно никакого смысла. Вот в пару местах глянула, вам показала, что все хорошо. Но дальше уже как есть, так есть. А вообще, может быть, это кроты какие-то ходят. Или те, кому до нашего винограда дела нет. Ну, по крайней мере, мы будем на это надеяться. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!